Всем привет, с вами Undead. Да, да, я решил придумать кринжовое приветствие для канала, так что терпите. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о Бэтмене, а точнее о серии Arkham, а еще точнее о последней игре серии Arkham Knight. Стоит сразу обозначить, что я считаю данную игру лучшим представителем жанра супергероики как такового, включая любые фильмы, игры, комиксы и так далее. И даже по псикольной 1994 года стоит для меня чуточку пониже, чем история о Бэтмене от Рокстеди, при всей любви к лучшей версии Человека-паука. На днях, сидя на ушах у своего друга и доканывая его историями о том, насколько Arkham Knight охуенен, я поймал себя на мысли о том, что хотел бы освежить память и посмотреть какое-нибудь объяснение концовки данной игры. И словами не описать, как я был удивлен, когда единственным, что я нашел по данной теме в ру-сегменте ютуба, было видео со стоп-гейма с обычным переводом мыслей какого-то забугорного челика. Отчего у меня дико бомбануло, так как не хотелось выискивать мысли других страждущих по поводу концовки в комментариях. Да и вообще для меня сей шедевр игры индустрии явно заслуживает отдельного ролика, что исподвигло меня записать свою версию события о том, что же нам показали в концовке Batman Arkham Knight. Ладно, давайте закончим с клонадой предисловием и перейдем к делу. Думаю, что начать с той, с того момента, как Брюс Вейн, то бишь Бэтмен, пока что это одно и то же, запомните это уточнение, попадает в плен к Пугалу, так как последний держит в заложниках Гордона, ой, извиняюсь, Гордона и Робина. Так что нашему Мстителю приходится сложить полномочия. Вакцинированный спутником Джокера, Бэтмен постепенно теряет остатки своей личности, а токсин Пугала лишь ускоряет этот процесс. И после первой стадии прививки, Джокер полностью перехватывает контроль над телом Брюса, что мы видим в катсцене. Итак, первый пункт нашего повествования обозначается смертью Брюса Вейна внутри своего разума и передачей власти над Бэтсом к Джокеру. Пугала, видя, что Брюс ведет себя крайне неестественно, неадекватно, а также не показывает ни тени страха или отвращения к действиям злодея, и слабо так охуевает, и решает, не ждя три недели, въебать второй компонент, то бишь колоть свой чудодейственный токсин еще раз. Но мы помним, что в данный момент Брюса Вейна больше нет. Пугала вкалывает токсин именно возродившемуся Джокеру, и весь последующий геймплей мы будем видеть от его лица. Попутно с основным плод-твистом сюжета, кстати, мы также сможем увидеть, что основным страхом Джокера является мысль о том, что злодейским гения клоуна в один момент все забудут, и никому до него не будет дела. То бишь он так и останется ноунеймом, несмотря на все его великие и ужасные деяния, но это не главное. Вторым страхом Джокера является Бэтмен, в теле которого шутник и заточен. А теперь внимательнее, именно Бэтмен, как символ, как страх всех преступников Готэма, как бессмертный мститель, появляющийся в ночи, именно такой Бэтмен пугает Джокера. Не Брюс Уэйн, надевающий маску Бэтмена по ночам, а Бэтмен, надевающий на публику маску Брюса Уэйна. Именно это существо, этот первобытный ужас побеждает Джокера внутри тела Брюса и возвращает в себе контроль. И это вторая точка нашего повествования. Джокера больше не существует, Брюса Уэйна больше не существует. Есть только Бэтмен. Очнувшись от токсиновой комы, именно Бэтмен, что, кстати, легко можно увидеть по мимике лица Брюса, выходит на сцену. Пугало, не наигравшись со своим шприцом, вкалывает токсин в третий раз. Но что же мы видим? Токсин не действует на Бэтмена. Но почему? Опять же, именно потому что, то, что мы видим перед нашими глазами, это не Брюс Уэйн, ведущий двойную жизнь, имеющий альтер-эго супергероя. Это и есть Бэтмен, который по сравнению с Бэтменом Уэйна, это то же самое, что Сверхчеловек Ницше по сравнению с обычным человеком. Ну или обычный человек по сравнению с Макакой, кому как больше нравится. У Бэтмена, воплощенной идеей Брюса Уэйна о первобытном бескраничном ужасе, больше нет уязвимостей, больше нет страхов. Брюс стал именно тем, чем он должен был стать, дабы дать Готэму нечто большее и более зловещее, чем просто Мститель в маске. Именно поэтому, когда Пугало вкалывает токсин в тело Брюса, тот легко справляется с его действием, ведь это больше не человек. Охуевший Пугало впадает в тремор, возможно, и до конца своих дней, потому что он создал чудовище гораздо страшнее, чем альтер-эго Брюса. Чудовище, не имеющее страха. Он создал саму ночь, саму месть, самого Бэтмена. Финальным актом нашего повествования станет протокол падения рыцаря, который мы сможем увидеть только после прохождения игры на 100%, то бишь сбора всех ебучих в трофеях загадочника. Так что если вы серьезно сделали это сами, а не как я посмотрели финальную катсцену на ютубе, то мой вам респект. Ну и могу поздравить, вас теперь нельзя уничтожить, потому что то, что мертва умереть не может. После активации данного протокола, Брюс Уэйн теперь умирает не только сам для себя, но и для всего остального мира, когда в открытую прилетает свой особняк и взрывает его, исценируя тем самым свою гибель. Когда все матерые преступники посажены, а город передан в руки нового мэра Гордона, а ладно, ладно, это было в последний раз, простите, Гордона, мы видим такую себе пародию на сцену с убийством родителей Брюса в одном из грязных переулков Готэма. В самый ответственный момент мы, глазами преступников, видим то, во что превратился Бэтмен. И у меня есть два объяснения данной концовки и данному видению. У каждого из них свои плюсы, и вы можете выбрать то, что вам подходит больше. Ну или вообще предложить свой вариант в комментариях. Ну, в общем, начнем. Первый вариант, которого я придерживаюсь больше всего, это то, что Бэтмен всю игру исследует оксин Пугала, таки раскрывает секретный ингредиент Крабсбургера, если можно так выразиться, и начинает использовать его против преступников самостоятельно, сводя последних с ума и навечно пресекая их будущее потенциальное злодеяние. Второй вариант, о котором, кстати, говорил сам Пугала, это то, что люди, однажды вдохнувшие токсин, кем и являются, по сути, все бандиты Готэма. Для тех, кто в танке, напомню, на определенном моменте сюжета игры токсин Пугала распряется над всем Готэмом, так что весь скам, оставшийся на улицах, надышался им по самой небалуй. Останутся припизнутыми на всю оставшуюся жизнь, и теперь Бэтмен, появляясь перед ними, пристает именно в таком виде, в котором мы можем его наблюдать. По сути, кстати, эти два варианта не мешают друг другу, возможно, как бы и третий, в котором Бэтс и сам использует токсин, да и бандиты уже на игре, так сказать. В общем, этот вопрос Рокстеди намеренно оставили открытым, возможно, намекая на продолжение, а возможно, и просто на подумать. Моей же целью было объяснить финальный твист с личностями внутри Бэта Брюса Джакушкера, дабы у интересующихся не осталось никаких вопросов. На этом видео предлагаю закончить. Надеюсь, я все предельно ясно объяснил, если что непонятно, или просто хочется попиздеть, приглашаю всех желающих в комменты, ну и удачи всем, гайс. Всем пока!